1 августа 2018 года Пенсионная реформа повергла в шок весь народ России. Но как раз на негативных излияниях народа по поводу этой самой реформы легко найти себе местечко под солнцем и пропиариться, хорошо пропиариться. Как вы знаете, в Государственной Думе, которая утверждала закон о повышении возраста пенсионеров, 328 депутатов проголосовали за и 104 против. Однако же из этих 104 выделили одного депутата Поклонскую и начали ее пиарить. Вот эту неграмотную женщину, над которой смеются все культурные и социальные круги нашего народа, корреспонденты, аналитики, журналисты, просто насмех ее поднимают, включая тех, которые за государственные реформы, те, которые против, полностью согласны с тем, что не в порядке что-то в голове у фальшивого прокурора Крыма Натальи Поклонской. А крымчане подали петицию Володину, спикеру Государственной Думы, о том, чтобы тот насильно провел психическое обследование депутата Поклонской. И вот этого депутата Поклонскую, которую крымчане собрали 10 тысяч подписей для того, чтобы насильно провести ей психическое обследование, этого депутата тянут во власть все дальше и дальше, и пиарят нам ее вот такой герой-прокурор. Из 104 депутатов она одна оказалась геройски-героически героиня. То есть самая-самая геройская-геройская. И нет кроме нее больше никого в нашей России, кого бы можно было раскручивать, кто бы сказал слово против пенсионной реформы. А таких масса. Но раскручивает одну Поклонскую. Но не смейтесь, там вот вы, сидящие наверху на кремлевской стене, не смейтесь вы над народом. Но нельзя полностью бутафорскую прокуроршу возводить на пьедестал. Героя одна пошла против государственной власти. Но что это за глупые такие пиарные акции? Я надеюсь, что здравомыслящие люди не поддержат этот пиар и просто проигнорируют. Тот самый пиар, о котором сегодня говорят, что Владимир Путин якобы готовит Поклонскую себе на замену. Ну что вы? Ну чем дурее, тем выше что ли? Ну вы что, господа? Не смеетесь вы над собой, народ России. Но вы не дайте насмеяться над собой. Уж коли ее могут действительно пророчить в преемнике Путина. Да уж пусть то будет лучше Ксюша Собчак, чем совершенно безголовый депутат Поклонская. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Я так вообще просто плююсь от таких заявлений, от таких пиар раскруток. Глупейших, однако же навязанных герой-прокурор Бутафорский. Погоны не настоящие. Она двух слов не могла сказать из прокурорского лексикона. Возраст не ее. Семейное положение вообще смех один. Фамилия не ее. Кто она такая, которая пришла к нам рассказывать, какой она герой крымской весны. Я Таня Карацуба, Сиидбурхан.